Здравствуйте! Итоги пятницы подведем вместе с корреспондентами программы «День с толком» в студии Николай Потешкин. Смотрите в этом выпуске. Визит министра здравоохранения в Барнаул. Зачем Михаил Мурашко приехал в краевую столицу? Кому золото, кому экологические проблемы. Жители Солонешинского района воюют с золотоискателями под угрозой пчелы, краснохнижные растения и местные водоемы. Только от жизни собачий квадробер бывает кусачий. В Госдуме предложили наказывать родителей за детей квадроберов. В Барнауле водитель сбил пешехода и врезался в ограждение. ДТП произошло накануне на проспекте Красноармейском. Я не знаю, как получилось. Чувак, короче, в*** этот бордюр. По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Тойота Камри, двигаясь со стороны партизанской в направлении улицы Песчаной, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а после врезался в бетонное ограждение. Пешеход, водитель и два пассажира доставлены в городскую больницу номер один для оказания медицинской помощи. На проспекте Комсомольском у диагностического центра сегодня тоже сбили человека. По данным госавтоинспекции, ДТП произошло в 10 часов утра. Предварительно установлено, что мужчина, 1990 года рождения, двигаясь на самокате при перестроении влево, не уступил дорогу и попал под колеса автомобиля Ниссан Ноут. Мужчине потребовалась госпитализация. Сегодня в Барнаул с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он принял участие в собрании Ассоциации Совета ректоров медвузов России, которое прошло на базе АГМО. Одной из главных тем мероприятия стало развитие системы подготовки будущих медиков. Подробнее расскажет Анастасия Дороган. Все больше молодежи вновь мечтают стать врачами. В эту приемную кампанию конкурс в медвузы был выше, чем годом ранее. В среднем 13 человек на место. А средний балл для прохождения вырос на два пункта. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Количество мест в этом году, на которые были приняты студенты, увеличилось. Дополнительно 1700 мест бюджетных было выделено. Поэтому мы видим, что заинтересованность в поступлении на медицинскую специальность есть. Развитие системы образования медиков обсуждали сегодня на Совете ректоров медвузов России. Оно прошло в АГМО в рамках празднования 70-летия Алтайского вуза. В медуниверситете также совершенствуют систему подготовки и большое внимание уделяют науке, ведь меняется и сам подход. В открытом в этом году научно-исследовательском центре здоровья и сбережения изучают технологии принятия врачебных и управленческих решений, например, при болезни системы кровообращения. Научный подход основан на цифровых технологиях. Это технологии Big Data, это нейросети, это искусственный интеллект, который обрабатывает огромные объемы данных у пациентов, накопленные в региональной медицинской информационной системе, на основе разработанных у нас в университете аналитических технологий. И это позволяет нам прогнозировать развитие болезни у каждого отдельного пациента или в целом среди населения Алтайского края. И поэтому мы знаем, к чему готовиться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что система образования медиков в разных вузах движется к стандартизации и повышению уровня практикоориентированности. В частности, министр считает, что современный студент-медик должен изучать клинические рекомендации, вопрос цифровизации, понимать, как работает телемедицина и маршрутизация пациентов, а вуз должен заниматься не только будущими медиками. Обсуждались вопросы именно поддержки и в рамках национальных проектов, поскольку ряд национальных проектов будет требовать дополнительной подготовки персонала. Это касается и экстренной помощи, и это касаться будет в том числе направления по сахарному диабету, онкологии. Медицинские вузы не должны остаться в стороне, и переподготовка будет, конечно же, осуществляться с их участием. По словам министра, всего в образовательном учреждении медицинского профиля в России в этом году зачислили более 35 тысяч человек. Чтобы успешно включать выпускников в систему медицины, Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость социальной адаптации врачей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Солонешинский район вновь воюет с золотоискателями. На этот раз из-за участка рядом с райцентром. По словам экспертов, там может быть 100 килограммов золота. Однако местные жители против этой добычи. Почему люди считают, что им грозит серьезная экологическая проблема? Расскажет Данил Кузнецов. Вот все, они начали. Видите, уже до самого, туда до моста они уже это доходят. Вот вдоль ручья здесь они будут, видимо, отводить. Вот все, начинают они. В Солонешинском районе артель «Солнечная» готовится к добыче рассыпного золота. Скандальные новосибирские старатели еще в 2021-м пытались арендовать участок недр, россып реки Щепета и реки Солонешная. Минприроды края идею не одобрила, ссылаясь на краснокнижные растения. Кандык сибирский и рябчик шахматный. Через эту территорию зачастую мигрируют косули. Так нам рассказали местные жители. Поэтому работа старателей может навредить не только краснокнижным растениям. В 2022-м договор аренды земель все же заключили. Но госэкспертиза разрешения на работу не дала. Два года они здесь не появлялись. Прошли несколько судов разных инстанций, которые именно суды принимали решение запретить эту деятельность на территории Солонешинского района. И вот теперь мы узнаем буквально в конце июля, наш глава Александр Сергеевич узнает, что лицензия получена. Получили лицензию они с помощью исследований территории ботаниками из АГУ. Они здесь взяли по 2000 экземпляров, гербарий сделали, потом что-то они там ушел брали. И эти места краснокнижные, мы их как отгородили, мы их копать не будем. А, то есть они все-таки есть тут? Мы будем копать выборочно, где нет краснокнижных. Однако эти исследования противоречат другой экспертизе – КГБУ «Алтайприрода», проведенной тремя годами ранее. Тогда специалисты обнаружили в сотни раз больше точек произрастания краснокнижных растений. Это вывод суда о том, что виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Алтайского края, на этих участках присутствуют. Университет выдает заключение, что их нет. Власти района против подобного вмешательства в экосистему. Тем более печальный опыт уже был. Рядом с селом Топольным в 2019 году. Вот что стало с местностью. Сплошные марсианские впадины. Не решила вопрос рекультивация земель в виде нескольких тысяч высаженных сосен. Потенциальный ущерб оценили в 1 миллиард рублей. Земельные участки природных ресурсов они все рекультивировали. А вот именно земли с хостом зачтений, которые были нарушены, их не восстановили. Так эти до сих пор земельные участки не восстановлены. Настрой местных жителей тоже понятен. Большинство против. Опасаются повторения истории. Тем более в этот раз объект охватывает не просто село, а подъезды к районному центру с населением в 3000 человек. Особенно жители переживают за реку Солонежка. Предыдущий пример в Топольном. Что они после себя оставили. И здесь они все загубят. Вид-то какой будет. Лунный лошадь. Поэтому вода уйдет. Речка иссохнет. Рыба и та пропадет. В общем, беда будет. Рыба на икромет поднимается по этой реке. Если они там перекопают, там уже на лет 50, наверное, никакого живого существа не будет. Из реки могут брать на хозяйственные нужды. Это понятно. Но на подземные воды-то это тоже... У кого станции вообще как... Ну, большинство населения на станциях. То есть собственная вода. А дорога что? Они там сделали хорошую дорогу, где копали. В Барсукном копали, дорога отвратительная. В Степном копали, дорога отвратительная. В Матвеевке копали, дорога никуда. Что они сделали дорогу? Не сделали они ничего. А речки испортили. Самые большие переживания у местных пчеловодов, которые за счет продажи меда только и выживают. Они опасаются, что растения, с которых насекомые собирают нектар, пыльцу и клейкое вещество, просто вырвут. Ведь они произрастают рядом с рекой. Также будут страдать пчелы из-за грязной воды. Они могут гибнуть. Они кормят водой. Им нужно чистой водой кормить расплод. Он может заболеть. То есть это дети пчел. Соответственно, могут возникнуть гнильцовые заболевания расплода и гибель всех пасек. Речь идет более чем о тысячи пчелосемей, которые могут вымереть и тем самым погубить населенные пункты. Однако и на это у золотоискателей есть ответ. А этот вопрос как? Это будут делаться отстойники. Три отстойника специальных. Отводится будет вода в сторону. И что-то в русле. Вода будет мимо проходить. Мы в речке самой мыть не будем ничего. Местные утверждают, что подобное решение неэффективно. Пример тому топольное. Мы прекрасно знаем, что когда они стояли выше топольного, и отстойники были, но что вечерами и ночами вода спускалась рано. Нет, не обманывайте. Это 100%. По информации СМИ, в последний раз старатели принесли в казну района 11 тысяч рублей. Притом нашли около 30 килограммов золота. На новом участке, согласно показаниям экспертов, может быть в три раза больше. Если перевести в рубли, сотни миллионов. Однако, какой процент пойдет в бюджет района, непонятно. Да и стоит ли это тех проблем, из-за которых жители могут уехать из родных домов. Ну а вымрут ли деревни или район озолотиться, покажет только время. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Расходы регионального бюджета на физическую культуру и спорт должны составлять не меньше 2%. Такое решение накануне принял Общественный совет при Министерстве спорта края. Выделенные средства должны пойти на развитие целого ряда приоритетных направлений отрасли. Среди них увеличение заработной платы работников спорта, поддержка отдаренных детей, увеличение штата врачей по спортивной медицине. Тема продолжит Елена Макаренко. За одним столом руководители практически всех спортивных федераций края собрались, чтобы обсудить, как разрешить насущную проблему, увеличить финансирование отрасли. Еще осенью 2021 года президент поручил регионам расходы бюджета на физическую культуру и спорт довести до 2%. К сожалению, на территории Алтайского края проручение президента не выполняется. У нас показатель в пределах 1,3. Если так по спортивному рейтингу посмотреть, мы в конце турнирной таблицы. При этом все члены Общественного совета при Министерстве спорта отмечают, что за последние годы в крае сделано немало для развития сферы. Открыто несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, десятки спортивных площадок, повсеместно обновляют инвентарь и практически по всем базовым видам спорта улучшились показатели в медальном зачете. Но остается еще целый ряд направлений сферы, которые нуждаются в поддержке, говорят эксперты. Так крайне остро стоит вопрос дефицита врачей по спортивной медицине. Очень большой риск неисполнения поручения по кадровому потенциалу. Ну, ни для кого не секрет, все здесь люди достаточно осведомленные, что в Алтайском крае на сегодняшний день 7 спортивных врачей работают в здравоохранении Алтайского края. Это врачебно-физкультурный диспансер, один врач город Бизгл, один врач спортивной медицины, город Рубцовск и полставочник у нас совместитель в городе Заринск. В марте этого года депутаты уже вносили корректировки в бюджет региона. Тогда расходы на спорт увеличились на 400 миллионов рублей. Но этого недостаточно, считают эксперты. Инициативу о выделении дополнительных средств Общественный совет направит на рассмотрение в Общественную палату региона и в АКЗС. Деньги предлагают направить на целый ряд приоритетных направлений отрасли, в том числе спортивную медицину и поддержку одаренных детей. В крае есть стипендии губернатора, но они небольшие, всего 10 человек, а небольшие суммы. А талантливых детей, которых надо защищать в 16, а им в 14-15 лет, и уже надо бы подкармливаться, одеваться, все ложится на родителей. Мы, допустим, за 100 стипендий талантливым детям, показавшие в 14-15 лет уже приличный результат. В числе предложений также увеличение зарплат тренеров, затрат на капитальный ремонт объектов и возрождение балла юные дарования. Одним словом, деньги нужны, и их есть на что направить. Остается дождаться, когда расходы на спорт в краевом бюджете, пусть постепенно, но достигнут необходимых 2%. Отметим, на последней сессии АКЗС 2 октября парламентарии приняли решение о выделении отрасли еще 180 миллионов рублей. Общественники подчеркивают, поднажать осталось не так уж и много. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Кафедру теории и практики журналистики в Алтайском государственном университете реорганизуют. В новой кафедре дали следующее название – кафедра журналистики, медиа и рекламы. Такое решение приняли на заседании ученого совета в ВУЗе. Руководство объясняет свое решение новым импульсом развития, поскольку теперь компетенции, знания, опыты и проекты будут совмещены. Подобную идею уже воплотили несколько ведущих ВУЗов страны. Новая кафедра журналистики, медиа и рекламы откроется 1 января следующего года. Добавим, что первый набор на специальность журналистика прошел в 1988 году на базе филологического факультета Алтгу. В Алтайском крае продолжается работа по догазификации. Например, от жителей Бийска на сегодняшний день принято почти 5000 заявок. О том, как производится подключение голубого топлива и какие меры поддержки получают жители региона, подробнее в следующем сюжете. Многодетная семья Камагоровых приобрела дом в заречной части Бийска около пяти лет назад. И сразу поставили цель – подключиться к газу. Этой осенью голубое топливо пришло в дом. Преимуществ очень много на самом деле у газа. Прежде всего для нас очень важно это то, что постоянная температура поддерживается в доме целый день. То есть в отличие от печного отопления, когда температура утром одна, днем батарея остывает, другая, и пока не подтопишь, она не становится такой. Ну, с газовым отоплением теперь все будет иначе. Бесомой помощью для льготной категории жителей края, которой относится семья Бийчан-Камагоровых, при подключении к газу стала мера социальной поддержки. В этом году ее уже получили 960 семей в регионе на общую сумму 65 миллионов рублей. На данные цели предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч от общей суммы затрат, которые необходимо провести в рамках догазификации. Это установка оборудования, подведение от границ земельного участка до домовладения. На территорию Бийска под догазификацию попадает более 10 тысяч домовладений. Для подключения большей части из них необходимо строительство распределительных газопроводов. На данный момент запустили 11, общей протяженностью около 45 километров. На данный момент сейчас у нас подано заявок, порядка 5 тысяч. Эти все заявки практически, если быть точным, 4 347 заявок переведены в статус договора. И обеспечены, исполнены договоры до границ земельного участка до 3826 домовладений. Сейчас идет активная фаза запуска объектов. Только за последние два месяца на Бийском участке компании подключили к газу 291 абонента. Руководство «Газпром» газораспределения «Барнаул» отмечает, в связи с увеличением в осенний период заявок на подключение, в Наукоград будут направлены дополнительные подразделения и мобильные бригады. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком. Барнаульские травматологи изобрели конструкцию для лечения пациентов с переломами. Разработка поможет сократить время операции и снизить риск осложнений. Аналога у этого импланта на сегодняшний день нет. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Следующая, намекирующая нашу деятельность, процедура. Берем физические имплементации. Так врачи-травматологи изучают новые современные методики, применяемые для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. На протяжении двух дней в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи проходил шестой всероссийский научно-практический семинар, на котором обсуждали актуальные вопросы переломов и их последствий. Они читают лекции, как правило. Это сопровождает у нас проведением мастер-класса, где на моделях костей или сегментов конечностей, там таза, грудной клетки. Мы показываем, как выполняются операции, какие импланты для этого используются, как правильно их установить, при каких переломах какой имплант нужно выбрать и с помощью его осуществить лечение. На конференции обучают молодых специалистов, привлекая врачей со всей страны. Темы встреч определяют сами участники. Темой семинара были пожелания в прошлом году. Это лечение переломов таза и вверхлужной впадины. Это лечение боевой травмы. Спикерами выступили эксперты из Москвы, Ленинска, Кузнецкого, Новосибирска и Барнаула. Каждый по традиции привез свои уникальные разработки. Например, ведущий ортопед-травматолог Института Склифосовского поделился методикой остеосинтеза таза. Она уникальна тем, что при очень тяжелых переломах таза мы, используя эти технологии, наносим минимальный дополнительный вред пациенту. Это очень маленькие разрезы, это очень маленькая кровопотеря. И эти операции достаточно хорошо переносятся пациентами. Поэтому их действительно надо распространять и внедрять по всей стране. Кстати, спикеры из других регионов оценили профессионализм местных врачей. На семинаре впервые продемонстрировали собственную разработку врачей краевой клинической больницы имплант для лечения пациентов с переломами вертлужной впадины. Такие травмы чаще всего встречаются при ДТП. Их по статистике 40-60 в год. И с каждым годом число растет. Наш накопленный опыт позволил систематизировать подходы к лечению этой патологии и вылился в создание совершенно новой конструкции, которая, в общем-то, объединяет в себе несколько имплантов, что значительно сокращает продолжительность выполнения оперативного вмешательства и, соответственно, снижает риск осложнений, в том числе инфекционных. Пластину изобрели в прошлом году. И аналогов таковой в современной медицине нет. В ближайшее время уникальную разработку запатентуют и будут использовать данную методику для лечения пациентов Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Госдуме предложили наказывать родителей, которые вырастили детей квадроберов. Для тех, кто не знает, квадробинг – это новое модное движение среди подростков. Они имитируют поведение животных, кошек или собак, иногда кусают прохожих и бегают на четвереньках. В Барнауле таких уже замечали. Накануне в Госдуме предложили наказывать родителей за детей квадроберов, вплоть до уголовной ответственности и лишения родительских прав. Мы решили узнать у барнаульцев, как они относятся к квадроберам. Дети одевают маски и ведут себя как животное. А как ты к этому относишься? Это вообще нормально? Потому что сейчас очень большой крейт всего этого. Ну, не знаю, как-то нейтрально, мне-то без разницы. Пока нас не трогают, пусть делают, что хотят. Да. То есть вы сами этим не занимаетесь и заниматься не будете? Нет, конечно. А чем это может быть опасно, на ваш взгляд, вот это увлечение? Да, я думаю, что ничем, просто это некрасиво. Был случай с жизнью, мы гуляли где-то, ну и там выбежали несколько агрессивно. В Барнауле? В Барнауле. Они просто прыгали или вот, ну они же могут там кусаться и еще что-то? Ну, до такого не дошло. Не дошло, да? Мы сами смотались. Что за бред какой-то, дикость какая-то? Ну, можно сказать, что это хобби за хобби, штраф давать что-то, не знаю. Если это уже переходит какие-то границы, то, конечно, можно. Ну да. Пока они не трогают других людей, пусть они на полянке бегают. Если пристают к другим людям, ну это уже там что-то административка. Если они не причиняют никакого вреда, то чем люди только не занимаются. У меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Берегите себя и до встречи в эфире. Продолжение следует.